МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Растает, подрастает, но комфорт-то должен быть у людей, не только у нас, у профессии таксистов, чтобы мы доставляли до места, точки, до подъезда. Было бы очень культурно. И люди у нас, в принципе-то, в сфере культурные. Ну, как тут? Трудно было изначально это все. Ямище какая, не сделанное все. Не ямище, а вот люк этот. Вот, 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 вот. Нам здесь даже и не высадят-то, в принципе-то, людей-то. В патрульную службу Михаил Иванов обратился с криком души. В силу профессии, а он с недавних пор работает таксистом, Михаил беспокоится за безопасность пассажиров и сохранность своей машины. Говорит, из-за отвратительного состояния дорог во дворах областной столицы, часто довести пассажира до подъезда практически невозможно. Ледяные глыбы, проехать невозможно, машина, значит, цепляется. А самое удручающее в этом моменте – это безопасность. То есть пассажиры бывают и с палочками, вот, инвалиды, всякие разные, да, люди. И бывает, около машины даже был случай, человек упал. Это двор дома по студенческому переулку, центр Твери. Что уж говорить об окраинах. Так можно сказать, 70-80, ну пусть будет 80% не убраны, ничего во дворах. Санкт-Петербургское шоссе, дом 50-й. Вот я на предыдущей работе работал 13 лет, туда ходил с проверкой, да, по своей специальности. И за 13 лет там ничего не изменилось. Там просто ледяные горки. Паша Савельевой 35-37, буквально на той неделе застрял, вытаскивали граждане. Ну, слушайте, примите, пожалуйста, кардинальное решение. Так вы, понимаете, сейчас у нас в стране очень тяжелое положение. У нас идет спецоперация. И даже в таких домах где-то живут участники и семьи, и дети наших бойцов, ребят, которые выполняют задачу, да, поставленную главнокомандующим. Вот. Так что возьмите, пожалуйста, за ум и обратите внимание. Обледенелые, заваленные снегом дворы зрелища не только непривлекательные, главное, небезопасные. На это, говорит Михаил, обращает внимание как жители областной столицы, так и многочисленные гости города. Задается вопрос, а как вам двор? Ну, да, вот дворы-то у вас, конечно, это сам не подкультурный город. А вообще, значит, считаю, что у нас город очень культурный, люди культурные, еще раз повторяюсь, да, и надо делать все для людей, для граждан. О, тут вообще, тут воронки, тут... Ну, вот по идее, Миш, вот это безобразие управляющая компания-то могла бы, да, убрать? Это что здесь, дворники нужны? Ну, техника нужна, да? Конечно, управляющая компания, конечно, могла бы, все могли бы они. Вот, вопрос-то ставит, о чем? Ну, где, вот мы налоги платим, вот за такси там налоги. В этот мини-рейд по Тверским дворам центра Твери мы с Михаилом выехали в период оттепеля и относительного бесснежья. Нетрудно представить, во что превращаются придомовые территории в сильный снегопад. Своё обращение неравнодушный житель Твери адресует не только управляющим компаниям, но и руководству города, депутатам. Мы же, в свою очередь, обратились в прокуратуру. И в ближайшие дни выйдем в дворовый рейд уже с сотрудниками этой правоохранительной структуры. Репортаж в следующих выпусках патрульной службы.